Привет, я Оксана, и я вяжу в Петербурге. Это видео, первое видео совместного проекта в очень узком кругу, в котором мы вяжем вместе разные изделия, но с одной идеей. В этом проекте, кроме меня, участвуют только Саша с канала Визамания и Аня с канала Анна Пол. И вот в чём идея этого проекта. Я думаю, что у всех, не только у нас, большое количество дома остатков пряжи. От 10 грамм этой моточки до, может быть, 100 грамм этой моточки, но использовать их на какое-то одно изделие сложно. Пряжа хорошая, выкидывать её жалко, и она так и лежит. А что с ней делать, не всегда понятно. Именно для этого мы решили создать такой совместный проект, в котором будем вязать изделия из остатков. И у Саши, и у Ани, и у меня будет какое-то изделие, которое мы будем вязать из тех остатков, которые у нас есть сейчас дома в наличии. Я не знаю, что будет вязать ни Саша, ни Аня. Я обязательно буду смотреть их видео. Кстати, ссылки на их канал я обязательно оставлю под видео. Проходите к ним, если вы ещё не видели у них что-то подобное, подобное видео. А я обязательно сейчас вам расскажу про свою идею. И буду с удовольствием ждать вас в комментариях. Может быть, вы поделитесь своими идеями, и что вы обычно делаете с остатками пряжи, когда у вас копится большое количество. Может быть, у вас есть какие-то уже готовые работы. Обязательно пишите, делитесь своими идеями. А я, в свою очередь, надеюсь, что, возможно, вы как раз-таки не знали, что делать с остатками. И мы с девчонками вдохновим вас на какое-то интересное изделие. Давайте расскажу вам про свою идею. Вы видите сейчас много вот таких маленьких моточков, что, в общем-то, отвечает идее проекта. И если вы смотрели мои видео с запасами пряжи, то заметили, что у меня вообще очень большое количество разных махеров, разных цветов, разного качества. И даже кто-то из подписчиц, к сожалению, не помню кто. Если вы меня смотрите, обязательно отзовитесь. Мне присылал идею джемпера или свитера. Я уже сейчас точно не помню. Основой которой у меня и была та идея, которую я буду воплощать. Правда, я очень плохо помню ту фотографию с джемпером из махера, из остатков. Но вот у меня как-то она запечатлелась в голове. И вот сейчас возродилась или возродится, я надеюсь, в то изделие, которое я планирую связать. Так вот, вы видите сейчас большое количество махеров и абсолютно разных по весу моточков. Они есть такие покрупнее, да, или вот как такой моточек. И поменьше вот это вообще остаток от джемпера, который я вязала совсем недавно. Тут, я не знаю, грамм 5, если не меньше. Вот такие остатки. И все эти махеры, мало того, что разные по цвету, разные по весовке, они разные по качеству своему. Вот этот, мне кажется, махера дропс, я его очень люблю. И вот этот мессони, я его очень люблю. Они невероятно мягкие, несмотря на то, что вот этот мессони, он на полиамиде, вот этот на шелке, если я не ошибаюсь. Мне кажется, что все-таки это от дропс. Вот этот махер, он очень жесткий, грубый. Само сырье, вот сам махер, он, знаете, не очень приятный к телу. И вот даже у меня, несмотря на то, что несколько вот таких черных остатков, вот, кстати, на камере, как раз видно, что они разные по оттенку. И вот такое еще, вот это ближе, по-моему, к этому. И даже они несколько разные. Ну, вы поняли, да, что я хочу использовать все эти махеры для одного изделия. Давайте я подробнее расскажу про свою идею и про некоторые свои сомнения в том числе. Потому что, конечно, сочетать в одном изделии разную пряжу, разную по цвету, по качеству, несмотря на то, что один состав, несколько сложно. Я вам сейчас покажу свою идею. На которой, наверное, не особенно что-то будет понятно. Но, тем не менее, это будет базовый свитер. Ну, или джембер с такой небольшой горловиной. Я не думаю, что это будет двойной отворот. Наверное, это просто будет такое горлышко сантиметров 5-10 в высоту. Ну, это в любом случае свитер, да, получается. Скорее всего, я буду вязать этот свитер сверху вниз, используя технику рукава-погон. То есть, это будет бесшовное вязание. Абсолютно базовая модель, без узоров. Все очень просто. И даже тут на эскизе я нарисовала такую девушку в абсолютно простых или брюках, или джинсах, кроссовках. То есть, это какая-то будет такая модель, которую можно будет легко надеть или на прогулку на какую-то в лес, да, или в магазин сходить. Понятно, может быть, махер для этого не совсем удобен. Но, тем не менее, махер теплый, при этом тонкий. И можно будет легко надевать такой свитер, например, под куртку. И в летние дни, мне кажется, тоже легко можно будет надеть его на какой-то топ. Положить в сумку, например. Вот, кстати, махеровые кардиганы и джемперы для меня летом просто незаменимы. Потому что я действительно их просто складываю в сумку, они не сильно мнутся, занимают мало места. И при этом, когда становится вдруг холодно, неожиданно у нас такое бывает, или ветер холодный подул, я могу этот джемпер достать из сумки и надеть, накинуть на себя. Поэтому накануне лета такая вещь тоже будет для меня очень нужна. Я думаю, что, может быть, даже для многих из вас. Поэтому подумайте по поводу подобного джемпера. Но вся фишка будет в том, что я буду вязать этот джемпер из махеров разных цветов. Я связала уже образец. Я сразу говорю, что не совсем меня этот образец устраивает. И сейчас объясню, почему. Идея была такая, что я полотно буду вязать в две нити. Причем две нити разного цвета. Вот вы сейчас можете обратить внимание, что вот на этом участке использована красная и голубая нить. Здесь красная и черная нить. Здесь черная и синяя. И здесь синяя и голубая. Вот так выглядит образец. Вязала я его на спицах 3,5. Махер примерно одного метража. Это где-то 900 метров на 100 грамм. Где-то 1000 метров на 100 грамм. Где-то чуть меньше. Ну, в общем, плюс-минус махеры бьются. И по пушистости они, в принципе, все пушистые. Даже вот этот красный, который я здесь использовала. Несмотря на то, что он жесткий такой. Он очень пушистый. Но даже по ощущениям, даже когда я трогаю образец, я понимаю, что вот эта часть, где я использовала синий-голубой махер, он намного мягче, чем вот эта часть, где я использовала красный махер. Я, честно говоря, перед тем, как вязать образец, думала, что махер, разные цвета махера будут немножко по-другому укладываться. Я не думала, что будут такие яркие полосы. Но, возможно, полосы придают именно какие-то очень насыщенные цвета. То есть, как вы видите, здесь у меня черный. И эта черная полоса очень сильно бросается в глаза. И красная полоса, да. То есть, если использовать какие-то более спокойные тона, то, наверное, таких ярких полос не будет. Но я использую остатки. И, в общем-то, мне не хочется специально докупать какой-то махер как основу. Поэтому я буду исходить из того, что есть. И вот какая идея ко мне пришла. Я подумала, что поскольку черного у меня достаточно много, вот три таких моточка, я или за основу возьму черный, и все цвета буду комплектовать с черным. То есть, у меня всегда будет одна основа, это черный. И дополнительно я буду добавлять какую-то цветную нить. Несмотря на то, что черный у меня, в общем-то, разных оттенков, как я вам уже сказала, но мне кажется, что в сочетании с другими цветами это будет не особенно заметно. Или наоборот, черный я исключаю и использую другие цвета без черного. Давайте я посмотрю, сколько по весу у меня того самого черного махера я на самом деле еще не взвешивала. Дело в том, что на подобный джемпер, я думаю, что мне понадобится около 200 грамм махера. Может быть, даже меньше. Потому что совсем недавно я вязала достаточно большой джемпер оверсайз. Две нити также. И у меня ушло 180 грамм на мой размер. Ну, я напомню, что это оверсайз. А я в этом случае хочу делать не очень большую свободу облигания. Вот здесь у меня нарисован примерный чертеж. И я думаю, что это будет не совсем по телу изделия, но и не сильный оверсайз. Поэтому мне кажется, что 200 грамм вполне достаточно. Поэтому с учетом того, что я должна взять черный за основу, мне нужно около 100 грамм. Ну, или где-то 80-90 грамм. Давайте посмотрим, сколько у меня черного. 77. Да, уж такое пограничное значение. Может хватить, а может не хватить. А всего остального давайте посмотрим. Так, у меня 85 грамм вот этих. И еще у меня есть 37. То есть у меня получается около 120 грамм. Вполне возможно, вот этого черного как основы мне хватит. И на основе этого черного я уже буду добавлять все другие цвета. И тогда свитер у меня будет такой более темного формата. Еще была идея, наоборот, черный убрать. Его вообще не использовать. И у меня есть еще немножко остатков мохера. Хотя я не хотела бы их использовать, потому что он хороший. Сейчас я вам покажу. Идея добавки того мохера возникла потому, что посмотрите, как много таких вот синий-зеленых цветов вот в этих остатках. И вот даже вот такой бежевый, мне кажется, сюда очень даже неплохо подойдет. Мы исключаем помимо черного еще и красный. И добавляем вот такие еще остатки. Это не все остатки. У меня там еще есть чуть-чуть моточков. Это мохер Индиана. Это мохер от Миссони. Вот такой же, как вот это, только в другом цвете. Мохеры эти классные, очень качественные и приятные. И это действительно остатки. Но этих остатков у меня примерно по 100 грамм осталось. И, как вы знаете, я понимаю, что полностью не уйдут эти мохеры на вот этот джемпер. Опять останутся какие-то остатки от остатков. И такой вариант мне не очень нравится. Хотя вот такая цветовая гамма мне нравится очень. Поэтому, пока решение я не приняла, как все-таки я буду делать, как я буду вязать этот джемпер, пока точно не знаю, в каких цветах. Я надеюсь, что в ближайшее время сделаю расчеты, уже начну вязать и уже подумаю о том, буду ли я добавлять черный цвет в этот свитер или не буду. Еще я, кстати, хочу подумать по поводу того, какую пряжу использовать рядом с шеей. Потому что именно там у нас самая чувствительная зона. И если, например, на зону тела можно какую-то майку надеть или какой-то топ, то шею никак не защитить. Поэтому я, наверное, буду подбирать вот именно в зоне шеи какие-то помягче варианты мохера. А потом уже как получится. И еще я не знаю, что делать с рукавами, потому что все-таки полоски все равно будут заметны. И я буду как-то подгонять, чтобы они более-менее симметрично смотрелись, эти два рукава. Или я, может быть, вообще не буду даже на это обращать внимание. Пусть будут рукава разные и ладно. И об этом я тоже, наверное, уже по ходу вязания подумаю. Но в любом случае, я надеюсь, что вам заинтересовала эта идея. Возможно, у вас тоже есть какие-то остатки. Такие маленькие пряжи, тонкой пряжи, которую можно сочетать в две нити. И, может быть, вы тоже свяжете что-то подобное. И я вдохновила вас на какой-то подобный проект. Покажу первые свои продвижения. И на какой идее я остановилась. И вы уже, наверное, видите, что я взяла все-таки за основу ту самую черную нить. И уже к черной нити добавляю другие цвета пряжи. Вот сейчас видно, что тут светло-голубой, розовый, зеленый. Тут потемнее голубой. Мне очень нравится, как получается. И мне кажется, когда есть такая одна основная нить, в которую уже добавляются другие цвета, выглядит более гармонично, чем на образце, как я показывала. Вот здесь, да? Вы видите, что здесь немножко такой разнобой. Но тут, конечно, и очень контрастные цвета. А здесь, вы знаете, я даже не задумываюсь особенно о том, какие цвета подбирать. Я вот в этой зоне подбирала специально махер помягче. И поэтому вот выбирала просто тот махер, который мягкий. И не особенно задумывалась про цвета. Но как все укладывается, мне нравится. Мне нравится, что получаются такие толстые полоски. И вы знаете, я обычно в последнее время вяжу сшивные изделия и насыщенные большим количеством узоров. Так давно не вязала по кругу, когда нужно вязать только лицевую гладь. И у меня просто вязание летит. Я это, честно говоря, связала за вчерашний вечер. Я удивилась, какого количества я вообще связала изделия. Потому что обычно я так быстро не вяжу. Но опять же, да, потому что я вяжу узоры. И у меня всегда есть изнаночная сторона, которая вывязывается зачастую там изнанкой. И вообще разные петли вывязываются. И это все намного-намного дольше, чем просто вязать гладью. Вы видите, что я связала такой высокий воротник. Я думаю, что он вот так вот будет собираться на шее. Хотя я уже примеряла. И сейчас немножко меня не устраивает, как лежит этот воротник. Как будто несколько грубовато. Но я надеюсь, что после стирки полотно будет чуть мягче. И драпироваться оно будет лучше. Ну, в любом случае, можно загнуть этот воротничок и носить вот таким образом. Так, в принципе, тоже хорошо. Просто это немножко не так, как у меня в голове рисуется. Но, тем не менее, все отлично. Здесь я вывязывала и росток, и углубление горловины. Вот сейчас как раз на камере видно вот эту полосу, где идут у меня развороты и укороченные ряды. И здесь. И можно обратить внимание, что вот эта зеленая полоска не очень видно на камеру. Да, все кажется очень темным. Видно, что вот здесь она шире, а здесь уже. Это как раз за счет того, что здесь углубление горловин достаточно сильное. Вот давайте я сравняю вот здесь вот ряды. И вы заметите, что вот здесь, видите, насколько большая разница между спинкой и передом. В общем, пока мне все нравится. Я говорила, что буду вязать регланом погон. Или просто погон, да, это не совсем реглан. Я уже почти длину вот этого погона вывязала. И буквально через сантиметр мне надо будет уже приниматься за прибывление в рукавах. В общем, знаете, я отрываю себя от этого проекта с большим нежеланием. Я бы сидела, вязала и вязала. Но надо ненадолго оторваться на другие проекты. И, наверное, чуть позже продолжу его. Хотя я просто кайфую от этого процесса. Возможно, потому что у нас опять как-то прохладно. Не хочется вязать из хлопка. А вот такое теплое изделие вяжется очень даже хорошо. И да, я вам говорила, что мне нужно какую-то такую легкую паутинку на лето. Но, знаете, в две нити мохер и вот гладь, да, не ажур, как я обычно вяжу. Это просто очень теплая будет вещь. Я думаю, так что она не совсем летняя. Хотя, кто знает, какое у нас будет лето. В общем, пока мне все нравится. И мне кажется, что это отличная идея для использования остатков. Конечно, я не знаю, хватит ли мне до конца черной пряжи. Точнее, на весь вот этот вот свитер черной пряжи. Но я подумала, что если что, можно использовать темно-синюю. Если даже будет некоторое отличие. Ну, что теперь? Все-таки это свитер из остатков. И как бы я к нему не особенно-то и требовательно. Посмотрим в итоге, как получится. Пока, мне кажется, даже и не скажешь, что это остатки. Пока все очень даже прилично. Буду на этом завершать свое видео. А следующее видео пока не знаю, когда выйдет. Но в следующем видео мы уже с девчонками покажем вам готовые работы. И подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Чтобы не пропустить и посмотреть, что же у меня получится в итоге из этой идеи. Реализуется ли моя идея. Все ли меня устроит в конце, когда у меня получится готовая работа. Ну и вообще, я надеюсь, что вам понравятся и другие мои видео на канале. Ставьте пальчики вверх, если вам это видео понравилось. И обязательно пишите в комментариях, как вам моя идея, понравилась или нет. И взяли ли вы что-то подобное. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok